Приветствую всех любителей старины! Вы на канале в поисках золота и кладов и это очередной обзор самых дорогих лотов, проданных на сайте Виолити. Открывает сегодняшнюю десятку 20 гривен 2012 года. Архистратик Михаил, инвестиционная монета, которая впервые появилась в декабре 2011 года. Чеканились они в пяти номиналах 1, 2, 5, 10 и 20 гривен и изготавливались из чистого серебра или золота. Эта монета изготовлена из золота и весит ровно одну тройскую унцию, то есть 31,1 грамма. На лицевой стороне нанесен номинал, год, вес и проба золота. На оборотной архистратик Михаил и слова Шевченко. За нас идущий праведных и сила архистратега Михаила. 20 гривен были выставлены на торги с минимальной стартовой цены. Проданы они за 55 651 гривну. Девятое место сегодня заняла медаль Нахимова. Медаль Нахимова была учреждена 3 мая 1944 года. Она являлась флотским аналогом медали за боевые заслуги. Такими медалями награждали матросов и солдатов, старшин и сержантов, мичманов и прапорщиков военно-морского флота. Всего было награждено около 13 тысяч человек. Эта награда принадлежит старшему краснофлотцу крейсера Кирова Луцику Михаилу Сергеевичу. Получил он ее 16 мая 1945 года. Медаль Нахимова была выставлена на торги с 45 тысяч, продана она за 56 898 гривен. Восьмая строчка на этой неделе за рублем 1735 года. Монета эта была от Чеканина при правлении императрицы и самодержицы Всероссийской Анны Иоанновны. Эта разновидность имеет название «Идеализированный» или «Лошадиный портрет». Рубль достаточно редкий. Он изготовлен из серебра 802-й пробы, весит около 25 граммов и находится в отличном коллекционном состоянии. Анненский рубль был выставлен на торги с гривны, ну а продан за 65 тысяч. На седьмой позиции сегодня расположился Ауреус Марка Аврелия. Марк Аврелий Антонин – римский правитель со 161 по 180-е годы. Он был последним из пяти хороших императоров. И после его смерти Римская империя постепенно утратила свое могущество и в конце концов распалась. Ауреус, представленный на торгах, был отчеканен в середине второго столетия. На лицевой стороне изображен молодой Марк Аврелий в ранге Цезаря. На оборотной – древнеримская богиня согласия и верности Фидес. Монета изготовлена из высокопробного золота. Вес более 7 граммов, состояние отличное. Ауреус Марка Аврелия был выставлен на торги с минимальной стартовой цены. Продан он за 66 501 гривну. Шестое место сегодня заняла фарфоровая статуэтка. Предмету этому около 100 лет. Автор – скульптор и художник Императорского Мариинского театра Павел Павлович Каменский. В начале 20-го столетия на Императорском фарфоровом заводе скульптор создал серию фигур народности России. Представленная статуэтка именно из этой серии. Это так называемая Аланецкая женщина. Высота ее 19 сантиметров, состояние отличное. Фарфоровая статуэтка была выставлена на торги с минимальной стартовой цены. Продана она за 87 010 гривен. Пятая строчка на этой неделе за червонцем 1923 года. Так называемый «сеятель» чеканился на Петроградском монетном дворе в основном для внешнеэкономических расчетов. Во внутреннем обращении этих монет практически не было. Несмотря на огромный тираж, в 2 миллиона 750 тысяч экземпляров до нашего времени дошло их крайне мало. Все от того, что иностранцы не желали принимать монеты с советской символикой. Большая часть сеятелей была обратно переплавлена в слитки и перечеканена в золотые николаевские 5 и 10 рублевки, безоговорочно принимавшиеся за рубежом. Червонец 1923 года был выставлен на торги с тысячи, ну а продан за 100 тысяч одну гривну. На четвертой позиции сегодня расположился «Дукат» 1647 года. Монета эта была в чекане на приправлении Отто фон Фойт фон Зальцбурга, который в 1642 году был избран князем-епископом Бамберга. «Дукат» вышел из-под станка монетного двора города Нюрнберг и считается достаточно редким. На лицевой стороне изображен Отто фон Зальцбург, дна оборотной четырехпольный герб в короне. Монета, изготовленная из высокопробного золота, весит около 3,5 граммов и находится в отличном коллекционном состоянии. Золотой дукат был выставлен на торги с минимального старта, продан он за 122 201 гривну. Не успел Натсбанк выпустить новые монеты, а народ уже выискивает в них интересные разновидности и торгуется за них на Виолите. Вот одна из таких. 5 гривен 2019 года. Фишка ее в том, что Аверс по отношению к Реверсу развернут здесь на 180 градусов. И если в вашем кошельке окажется такая монетка, то сможете выгодно продать. Эту вот купили за 2310 гривен. Вот уж не думал, что такие вещи могут пережить целое столетие. Оказывается, могут. В Запорожской области кто-то на протяжении всего этого времени хранил и берег вот такую буденовку. Зимний головной убор рабоче-крестьянской красной армии. Для чего кому-то понадобилась такая шапка, непонятно. К декоммунизации, думаю, это отношение не имеет. Купили ее за 8276 гривен. Граждане, храните деньги в сберегательной кассе. Если, конечно, они у вас есть. Не верите? Тогда смотрите. Если бы эти запечатанные в 1996 году 200 гривен отнесли в банк под каких-нибудь, скажем, 20% годовых, то спустя 24 года можно было бы забрать 25572 гривны и 87 копеек. А так, эту пачку двухгривенных банкнот продали за 20501 гривну. Открывает тройку призеров этой недели комплект наград. Награды эти принадлежат командиру отделения 42-го отдельного саперного батальона Григорию Ивановичу Рыженко. В комплект входит орден боевого красного знамени и три ордена славы 1-й, 2-й и 3-й степени. Ордена славы 2-й и 3-й степени были получены за подвиги 44-го и 45-го годов. Золотой орден славы 1-й степени получен уже после окончания войны. Комплект наград был выставлен на торги с минимального старта, ну а продан за 135 019 гривен. Почетное второе место сегодня за наградами Героя СССР. Награды эти принадлежат Ивану Хрисанфовичу Калиндюку, сержанту, который к марту 44-го командовал бронетранспортером разведроты. Лот состоит из ордена боевого красного знамени, двух орденов красной звезды и золотой звезды Героя Советского Союза. В марте 44-го у села Козовка Калиндюк разгромил немецкий обоз из 45 подвод, уничтожил два бронетранспортера, одно артиллерийское орудие и около взвода немецкой пехоты. За это гвардии сержант Калиндюк был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Награды Героя СССР были выставлены на торги со 140 тысяч гривен, ну а проданы они за 240 тысяч. Ну а самым дорогим лотом, проданным на прошлой неделе, стала старинная икона. Иконе этой более 120 лет. Судя по клеймам на окладе, она была изготовлена в последнем десятилетии 19-го века. Оклад изготовлен мастером с инициалами АА в 1893 году. Сюжет преподобный Феодосий Печерский, православный монах 11-го века, один из основателей Киево-Печерского монастыря. Размер иконы 31 на 27 сантиметров. Оклад изготовлен из серебра 84-й пробы и украшен эмалью. Итак, старинная икона была выставлена на торги со стартовой цены в 294 тысячи 500 гривен. И всего после одной ставки продана за эту сумму. Ну что ж, такой была прошлая неделя. А для того, чтобы не пропустить самые дорогие лоты текущей, просто подпишитесь на канал. Недельные обзоры выходят каждый вторник. На этом буду прощаться. До встречи на канале в поисках золота и кладов.